Ну что ж, ребятки, сегодня мы, знаете, какую темку затронем? Мы поговорим о тех людях, которые выросли у бабушки. Не тем, которым бабушка помогала, потому что помогала много кому бабушка, да? Или семья жила вместе с бабушкой, то есть там были и мама, и папа, и бабушка, и бабушка помогала. Это не считается. Нет, мы будем говорить о людях, которых действительно отдали в детстве. Что, как правило, им сказали? То есть бабушка заменила маму, понимаете? Тут есть принципиальная разница, потому что ребёнок, живущий в большой семье, где есть бабушка, он чётко знает, что мама с папой приходят с работы, и они с ним занимаются, играют, они вместе ужинают и так далее. Папа и мама есть на выходных, то есть всё в порядке, семья полноценная. А здесь нет. Здесь ребёнка бабушке отдают, и он живёт у бабушки год, два, три, кому как не повезёт. Именно не повезёт. Потому что, сейчас расскажу, почему не повезёт. Ну, в каком-то смысле, может, повезёт. Оторвала вот от кресла писульку какую-то. Значит, в каком-то смысле, может быть, и повезёт. Давайте посмотрим, кому повезёт, кому нет. В чём принципиальная разница? Бабушка берёт на себя роль мамы. И здесь кардинально что-то другое. Во-первых, что говорят ребёнку? Ребёнку говорят, это временно. Твоя какая-то летит. Это временно. Не видите, совсем. Сейчас я её убью. Подождите. Убила? Нет, по-моему, я её не поймала. Ребёночку говорят, это временно. А маме нужно закончить университет, или маме нужно написать диссертацию. Мама должна сделать свою личную жизнь, выйти замуж. Или у мамы родился ребёночек, он сейчас очень маленький, и маме очень сложно, вот пока ты с нами поживёшь. Или климатически. Смотри, дорогой мой любимый внучок, мы же с тобой живём в Краснодаре, а мама живёт в Санкт-Петербурге. И тебе здесь климатически будет лучше, потому что в Санкт-Петербурге ты очень часто болеешь. А здесь вот у тебя ни соплей, ни горлышко не болит, тебе гораздо лучше. То есть ребёнку всячески объясняют, что так положено. И на протяжении долгого времени идут внушения со стороны бабушки. Ну, в лучшем случае это вот такие внушения, как я сейчас сказала. А в худшем случае твоя мать шлюха, твоя мать проститутка, твоя мать тебя бросила. Ну и всё в таком контексте, как в «Похраните меня за плинтусом». Шикарный фильм, который мы с вами не так давно разбирали. Соответственно, тут вот такая роль. Чем бабушка кардинальным образом отличается от мамы? Самые разные на самом деле существуют бабушки, правда? Самый разный возрастной диапазон, самая разная личностная, может быть, характеристика. Однако в целом, если брать группу бабушки, то это женщина, которая старше. Правда же? Это женщина, у которой совковый менталитет, она же не выросла где-то в Германии или в Австралии. То есть это советская такая женщина, это особый типаж, всё-таки согласитесь, да? Дальше. С набором уже каких-то болячек с возрастом, правильно? Болячек самых разных. То есть начиная от психологических каких-то акцентуаций или чего хуже, каких-то психозов, да? До физического, физического самочувствия. Но я не могу сказать, что это обязательно инвалид. Ну, то есть всё обострилось вот к этим 50, 60 или 70 годам, да? Она изменила форму, то есть она стала, возможно, чуть более тучная. Дальше. У неё есть гиперконтроль, потому что ребёнок-то это не её. Это же её внук. А когда тебе привели чужого ребёнка, ты чувствуешь большую ответственность за него. Если своего ребёнка, ну ладно, там одним глазом посмотрел, то когда тебе привели внука, это тройная ответственность, понимаете, да? То есть мы смотрим, чем мамы отличаются от бабушек. Дальше. Бабушка, поскольку вот этот гиперконтроль, у бабушек обычно гораздо больше свободного времени, чем у мам. Так? Так. Дальше. Бабушка не чувствует, что ребёнок взрослый. То есть если мама может увидеть, ага, мой ребёнок взрослый, особенно молодые мамки, им кажется, что их ребёнок в 10 лет уже взрослый, может сам гулять, допустим, на улице, то бабушка даже в своём 18-летнем внуке видит ребёнка. Соответственно, она постоянно нарушает его интимные границы, потому что она не понимает, что он вырос, что он уже может заниматься мастурбацией в 14 лет, да? Она может вламываться, вбегать. Она не понимает. Она его позорит. Она не современная. Но бабушки, они менее современные, чем мамы. Бабушка не в ногу со временем живёт, правда же? Она, поскольку имеет свободное время, она может ребёнка отводить в школу, встречать из этой школы, ходить с ним в этот театр вместе за ручку. Класс толпой идёт сам по себе, да, с преподавателем. А она с Вовочкой за ручку идёт рядом. Она Вовочку позорит своими бутербродами с колбасой, которые Вовочке воняют в его рюкзачке. То есть вот она классическая бабушка. То есть я беру очень, конечно, обобщённо, понимаете, да? Понятное дело, что, опять же, повторюсь, бабушки могут быть самые разные. Я некий такой вот такой общий портрет бабушки беру. Как она может ему вредить, внуку своему, которого она растит, и как она ему может помогать, короче говоря. Вот такие вот нюансы, да, потому что у бабушек вырастают перфекционисты. Вот забегая вперёд, это такие хорошие, правильные люди. Понятное дело, что могут вырасти и социопаты, и от обратного всё пойти. Но в целом всех тех, кого я видела, людей уже взрослых, да, будучи взрослыми, которых вырастила бабушка, это такие достиженцы, хорошие, правильные люди, хороший мужчина правильный или правильная, хорошая женщина, да? Ну вот и всё, короче говоря. Дальше, что я хочу ещё сказать, чем бабушки отличаются от мам? Ведь бабушка, которая берёт на себя ответственность быть мамой, как бы такая странная мама получается, она ребёнка наказывает, она берёт на себя эту ответственность, потому что у неё ребёнок должен быть в правильном его время ложиться спать, он должен у неё хорошо учиться, она имеет эту гиперответственность над внуком, правильно? Она его часто перекармливает, у бабушек очень часто избыточный вес у детей, когда отдают, она его может перекутывать, то есть излишне тепло одевать, да, переживать за него, и он как дурачок у неё с каким-то, внутри у него подшкольной формой будет какой-то бадлон, какая-то дебильная внутри связанная жилетка, да, какие-то тёплые панталоны, какие-то колготки она может на него нацепить, женские в возрасте уже там 12 лет, к примеру, заставить его эти колготки носить, да, то есть она постоянно, ну, делает что-то не очень адекватное, к примеру, да, не очень адекватное. Соответственно, что у нас ещё отличается? Так вот, бабушке наказывать ребёнка как бы для самого ребёнка нельзя, она же не мама, вот наказывать меня может только мама, это её как бы право, а у бабушки такого права нет, и она меня не имеет права наказывать, ну, а бабушка наказывает, потому что у неё должны быть сделаны уроки, правильно? Должен ребёнок вовремя лечь спать, ребёнок должен поужинать, позавтракать, пообедать, жопу ребёнку надо вытереть, то есть за ребёнком надо следить, подстригать может бабушка сама, и как-то по-дебильному, какую-то стрижку, вот дурацкую, кривую чёлку, какими-то там этими ножницами, да, лесорубными ему состригать. То есть вот всё такое, что проделывает бабушка, в отличии от мамы, и что её кардинальным образом отличает от обычных бабушек, которые к внучёнку приходят, помогать, или к внучёнку приходят на выходных, они, вот эти, которые приходящие бабушки, несут в себе роль, ой, я такая хорошая, покупая вот эту любовь и дружбу, подарочками, пряничками, да, всем бабушка всё разрешает, то есть это другая бабушка, да, она всё вот внучку покупает, денюжки сует, вот хочет всячески купить его любовь, здесь бабушка другая, она этих вещей не делает, и эту роль бабушкину, да, берёт на себя мама, которая приходит в гости, вот она приезжает из Америки, мама в Америке живёт, допустим, там вот мама, где-то там, я не знаю, что там, нашла какую-то работу в Америке прекрасную, и вот она как ангел белый прилетает домой к ребёночку, к сыночку, которому 12 лет, да, и втирает ему в уши, я тебя скоро заберу, ещё чуть-чуть потерпи, на чувстве виновности это мама ангела из Америки, или откуда там, из Норвегии, Швейцарии, из сказочной страны прилетает, дарит какие-то подарочки, да, ну вот вспомните, похороните меня за плинтусом. В принципе, это очень такая классическая сцена, но утрированная, конечно же, да, в том плане, что вот в его случае, это Павел Санаев, да, Павел Санаев, да, всё правильно, он написал вот эту книгу писателей, вот и он и самый сценарист, и сам он актёр, талантливый очень человек, да, написал вот то, как он рос с бабушкой, но здесь в данном случае не любая бабушка такая, мы же сами понимаем, да, тут бабушка была у него очень садистичная в похоронении меня за плинтусом. Так вот, и вот мама прилетает с подарочками, пытается купить любовь ребёнка, да, мама прекрасная, мама друг, да, и вот тут вот видим самое страшное, что происходит во всей этой ситуации, это не формируется правильная привязанность между матерью и ребёнком, между ними формируется просто дружба, то есть мать не чувствует, что это её ребёнок, и ребёнок вырастая не чувствует, что это его мать, они просто дружат, они вот такие хорошие друзья, но вот эти очень-очень, ну, у меня много друзей, мне не надо друзей, мне нужна мама, и получается, что ребёнок в своём детстве, да, которое он прожил с бабушкой, лишился самого главного, он лишился своей матери, и потом он её не сможет обрести никогда, никогда, да, она его может забрать там через какое-то время, но всё, вот эта связь очень правильная, да, вот эта пуповинка, она утрачена, этого нет, она не сформировалась, вот эта очень правильная привязанность между матерью и ребёнком, всё это просто такие, ну, друганы, всё, он, у них даже очень у многих детей, которые выросли у бабушки, есть трудности с тем, чтобы назвать маму мамой, они могут называть там Лариса, Таня, Валя, маму даже, вот язык как будто бы не поворачивается маму мамой назвать, понимаете, да, потому что оно вот так вот всё трудно сформировано, так, что ещё я рассказала, не рассказала, ну и соответственно, это же социально неодобряемо, сейчас чуть-чуть, да, вот про этих женщин, кукушки такие, которые бросают детей, это же очень социально неодобряемо сказать, забери маму моего ребёнка, потому что он мне мешает, ребёнок мне мешает, и поэтому говорят, ну, маму, мне нужно университет закончить, видишь, я молодая, я там на трёх работах работаю, или я родила ребёнком, я сейчас поехала на заработки, 33 отговорки какие-то со стороны мамы, и очень часто бывают властные такие бабушки, мамашки, давай, Люда, куда я сама справлюсь, давай-ка поезжай, куда ты там на север едешь, едь, давай, он у меня нормально вырастет, нормальным пацаном, я за нём позабочусь, то есть такие созависимые бабульки есть, которые берут на себя эту ответственность, взвешивают на себя этого внука и тащат его, очень часто это бывают властные бабушки, женщины настаивают на там, чтобы внук жил с ними, всё, вот так же, как в этом фильме, но бывают и просто такие обычные бабушки, и там, в общем, такая вертихвостка мама, которая сбагрила этого ребёнка, короче, в любом случае этот ребёнок мешает, и она ребёнка бросает, понимаете, в чём дело? Но когда ты начинаешь работать со взрослыми людьми на психотерапии, они, конечно же, когда вырастают, попадают к психотерапевту. Я ни одного из них, а у меня их очень много было, не встретила, чтобы кто-то из них сказал, что мама меня бросила. Ни один не сказал, мама меня бросила. Каждый первый грудью на амбразуру кидался, мама святая, мама ангел, мама сделала всё правильно, у мамы не было выбора, так сложились обстоятельства. И вот он свято несёт, так сложились обстоятельства. Попробуй вообще тронь маму, мама святая. И только спустя какое-то продолжительное время, очень длительной психотерапии, человеку приходит мысль, что всё-таки было что-то не то. И я, допустим, могу спрашивать, ну подожди, вот у тебя у самой две дочери, женщина могу спросить, вот ты можешь себе представить, у тебя одному ребёнку, допустим, два года, а другому пять лет, и ты берёшь и старшую доченьку, которой пять лет, отдаёшь жить бабушке. Ну потому что у тебя новый муж и второй ребёнок от другого нового мужа, у тебя вот семья, ты не хочешь смущать своего молодого, нового супруга, вот этой доченькой, и ты её раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз спровадила-спровадила куда-то. И клиент говорит, да не, не, ну я никогда в жизни так не поступлю. Я говорю, ну подожди, я её спрашиваю, ну ведь твоя же мама так поступила, да? Ну вот мама поступила, ей просто было с двумя детьми тяжело, и муж вот новый, и она не хотела как-то мешать отношениям. Ну так вот как-то сложилось, да? И через какое-то время они говорят, я вроде бы умом понимаю, а по чувствам это принять не могу. Вот я как будто, мне не получается разозлиться на свою мать, у меня не получается на неё как будто как-то обидеться, у меня не получается впасть в какое-то раздражение, негодование, мне как будто бы хочется вот по чувствам, что вот она правильно всё сделала, так и надо было, что мне вот отдали бабушке жить. Так, ну ладно, это я немножечко забежала вперёд. Что ещё чувствует ребёнок, который растёт с бабушкой? Ну очень часто, когда они оказываются в ситуации, допустим, вот его рано отдали, да, ребёнок может чувствовать, что он недостаточно, недостаточно, хорош, красив, да, для того, чтобы его забрать. Вот может быть он какой-то, может быть он гаденький какой-то, да, и вот какой-то весь никчёмный, некрасивая какая-то девочка. Вот у меня была девочка, одна клиентка, сейчас сразу вспомнила её, взрослая уже женщина, она рассказывала, что мама ей говорила, если бы ты была красивая, я бы тебя забрала, ну ты такая страшненькая, ой, такая ты у меня уродица, ой, ужас какой, вот она на неё смотрела, какая ты у меня уродица, господи боже мой. И в дальнейшем, но при этом мама жила со второй доченькой в браке, да, а эту отдала бабушке. И выросла, моя клиентка выросла просто в страшную, холодную нарциссику. Она такая сложная была, ой, я с ней не справилась, она была безумно сложная, она выучилась на гримера, она выучилась на гримера, она накладывала, там работала она в театре и всё, и она накладывала себе вот такой слой грима, то есть она из своего лица, которое у неё было, я даже не знала, какое у неё было лицо, накладывала вот такой, толстый стены, то есть она лепила себе новый нос, накладывала какие-то себе сценические ресницы, то есть она делала из себя, налепила какую-то куклу, там чуть ли не парики какие-то надевала, понимаете, да, создавала новый образ себя, ей так хотелось слепить вот это лицо новое, быть красивой девочкой, быть правильной такой, она надевала с утра, то есть у неё там три часа с утра уходила на то, чтобы надеть какую-то, надеть кружевные какие-то, облузки вот такие она надевала каблуки вот и на этих на этих туфлях дефилировала по квартире то есть вот такая какая-то была не неадекватная нарциссическая вообще история а вот предыстория была вот такая она росла она была брошена вот этой мамы и такой очень странный которая говорила и я бы тебя забрала если бы ты была не была такой уродицы собственно говоря мама может этого не говорить однако в глубине души у ребенка будет формироваться что я какой-то недостаточно недостаточно хорошенький красивенький умненький и я мешаю то есть я своим присутствием могу помешать и вот этот ребеночек который растет у бабушки он такой вот чувствовать что он какой-то ущербники его не взяли и он ведь как вот как вот у бога приходит и в класс такой то есть ему за бабушку стыдно свою которая какая-то неадекватная совковая женщина да ему стыдновато в нем видят этого ботанейра ботаника у которого сделаны уроки бадлончик вот этот дебильный одет в этом виде по-дебильному подстрижен да вот видят что вот ребенка привели из непонятной семьи он себя чувствует тоже непонятным каким-то то есть все в классе дети все 30 человек из обычных семей а меня бабушка вот растит и вот какого-то убогенького за ручку приводит неадекватно уже совершенно сопли и жопу подтираю соответственно ребенок чувствует себя в классе жертвой то есть с ним в принципе не особо хотят дружить он ботанейра какой-то противный бабушки ну ну чувак такой какой-то да соответственно дружить с ним не хотят он эту дружбу пытается всячески купить заслужить всячески ну быть таким вот как вы хотите лишь бы со мной дружили и он начинает приспосабливаться он может начать врать причем он врет как в классе он может начать врать придумывать что-то да про свою семью как у него папа там крутой космонавтом мама у него врач там что-то сочинять он бабушки врет потому что бабушка женщина совковая непонятная приходится изворачиваться и придумывать неизвестно что лишь бы вот как-то выкрутиться и погулять где-то без неё без ее присмотра он у меня мальчик на клиент есть он воровал у меня вещи воровал игрушки магазина чтобы дарить другу и вот он украдет игрушку в магазине принесет другу и подарит и друг с ним дружил потому что тот покупал его ворованными игрушками то есть он из дома не мог тащить его бабушка за это будет бить и он тихонечко пробирался как-то там магазина воровал эти игрушки и дарил детям чтобы снимать и дети дружили понимаете да они могут деньгами подкупать детей пирожки какие-то им покупать сникерсы вот покупать эту дружбу короче говоря экстра выслуживаться экстра выслуживаться и соответственно вот в ребенке есть такая какая-то некоторая убогость угловатость до забитость жертвенности они вот пытаются выслужиться дальше в ребенке формируется зависимое поведение поскольку сопли жопка подтирается до 20 лет бабы бабой да и вот эта баба жопку у меня мальчик один был и у него значит он какал и бабушка ему попу вытирала очень длительное время очень длительно и когда он был маленький он кричал бабушка я пока кал и бабушка бежал бегу-бегу лешенька бегу-бегу и вот она эту жопаньку вытирал потом он уже когда подрос я не знаю сколько ему там был лет может уже в школу ходил он понимал что это неадекватно кричать на всю квартиру что он покакал он кричал такую значит фразу бабушка все готово ибо бегу-бегу-бегу лешенька вот он кричала все готово и вот она эту жопоньку прямом смысле слова вытирала видимо неприятно было пальцами вот этой по эти какашеньки лезть и вот у бабуля с этими сблаженными салфеточками вероятно кружилась возле его для лешенькиной жопочки понимаете да вот такая ситуация соответственно вот эта зависимость незрелость детская с инфантильность сохраняется уже во взрослом виде на протяжении в общем до конца его не все вот это огромная проблема людей которые выросли у бабушки то есть они чувствуют себя что маленькая девочка одна мир меня может бросить и как будто мир мне должен неж бабуля все время и в рот и жопу толкала все соответственно от мира сверх ожидания какие то есть что мир как будто бы мне должен мир мне это не дает я вечно на всех обижен вокруг да что они все не оправдывают моих ожиданий есть такая вот какая-то инфантильность зависимость и еще что самое интересное за ними наблюдаю за очень многими у них есть некоторое гендерное смещение поскольку не было того авторитета на которого равняться девочка же обычно равняется на мамочку как мамочка губки красит да как мамочка там волоски к своей причесывает а мальчик равняется на папу то тут нет того на кого равняться но чтобы 90 килограмм там 70 80 лет не ползает что я на нее буду равняться нет вроде когда идет очень часто гендерное смущение смещение получается мальчики очень часто выращены у бабушек женоподобные в них очень много женской энергии вот у бабушников у этих да а у девочек наоборот может быть такая пацанец мальчиковость такая присутствовать в данном случае конечно бывает дед присутствуют дед но дед как правило в старости у нет никаких сил и он не участливый такой дед а всю активность на себя себе берет бабушка дед как правило лежит с папиросиной где-то там в кресле или в кроватке газетину какую-то читает редко когда дед вовлекается внука в основном внуком занимается бабушка дальше что чувствует ребенок с этой бабушкой он не хочет бабушку целовать знаете чем разница он бабуля но она старая не за рта пахнет это какая-то челюсть ее вставная то ли зубы то ли что вот эти гниют там эти железные во рту то ли она не вкусная она бабушка навязчивая не хочется отделаться хочется мамочку целовать моего молодого белого ангела который прилетает мамочка такая модная такая вся свежая у нее волоски чистые она пахнет прекрасно просто великолепно и не понимаю не разряжается батарейками что мне хочется любви моей мамочки мне с ней хочется прижаться мой улетающий без конца ангел она вот а мама видится божественной понимаете баба видится противный такой горячей женщины нарушающие мои границы навязчивой тяжелой глупой позорит меня баба надоела баба а мамочка она красивая мой ангел стройная такая подарки мне дарит мы с ней ходим куда-то там какие-то диснейленды мне с ней так весело она меня поддерживает слышит дружит но вот эти обстоятельства проклятые обстоятельства я бы должен быть со своей мамочкой но так просто случилось на должен жить с бабой да ну ладно все записывается нормально ну вот баба невкусная вот сразу еще один меня мальчик вспоминать господи сколько у меня этих жертв значит еще у меня мальчик ой такой мальчик у меня был замечательный лунтик я его звала лунтик потому что у него на его аватар очки стояла его вырезанное лицо где он летает в космосе но очень очень что-то странно да он какой-то бред там этот дебилистический себе сделал я его прозвала лунтик так вот этот мой лунтик я про него где-то уже рассказывала он жил с бабушкой и подвергался насилию сексуальному насилию от бабушки и от мамы которая его потом навещал уже будучи во взрослом виде то есть его насиловали две женщины и бабушка и мама сексуально послушайте мне внимательно там был тяжелый случай я вам уже его рассказывал напомню просто сюда же это бабушка она была очень тучная женщина она любила спать с моим лунтиком а он был тученький маленький худенький несчастники и такой здесь и она его между ляшечек она его как-то укутывала между ляшечек вот такой и она ему говорила ты будешь моя грелочка значит и она его укладывала между жирных лях своих вот этих старческих вонючих и она была без трусов с его слов и вот он лежал и грел ее всю ночь между ляшечек она лежала это тучная женщина бабушка вот это моя грелочка и он ее грел всю ночь и он говорил мне было так мерзко мне было так тяжело так жарко эти ее ноги тяжеленные да вот эти можно термин какие-то были старые и ножны и толстые не знаю вот в общем он задыхался от этих я ног это сексуальное физическое насилие понимаете да эмоциональное том числе и он просто умирал в этих ногах на протяжении вот всего детства она заставляла быть исполнять роль грелочки вот и все грелочка она была выросла а и мама навещала его и сексуально тоже домогалась ты мой мужчина ты ты будешь моим мужем ты будешь моим мужчиной это были вот такие мамины слова давай я тебе вымою твой писулечку в ванной там всячески на мать это неадекватная бегала за этим сыном ну понятно лунтик мой вырос там сами понимаете неизвестно что там выросла конечно это трагедия просто он вырос мой ужас как на день дети издевались дети издевались страшно просто на страшно они его головой играли в футбол волейбол об стену это голову ему отбивали тряпкой вонючей грязной ему в лицо пихали эту тряпку вбили ему гвоздь в гвоздь они убили обратной стороной и заставляли его сидеть на уроке вот в этом стуле и когда они меняли аудиторию эти пацаны за ним носили его стул с гвоздем на которой они его сажали и заставляли на этом гвозди сидеть соответственно в кто вырос понятно бдсмщик законченный вырос конечно же естественно они любят потом чтобы ему яйца отбивали женщины властные да они вот в это вырастают во все и когда школа закончилась он стал сам себе формировать эту боль у него начался геморрой начались какие-то черев у копчика то есть он начал создавать все то чтобы по привычным образом болела его жопа вот и она у него это жопа случилась и болела и болит до сих пор наверное в общем тяжелый был случай с моим лунтиком ну ладно так что то я увлеклась с этими лунтиками так значит про бабу мы с вами поняли что баба начинает доделывать все то что она не доделалась вот как ей кажется со своей дочерью или со своим сыном да вот она что-то не доделала и она отыгрывается полностью уже на внуке все по ее представлением как надо было бабушка может быть религиозная и заставлять мужчинка там креститься молиться 33 раза на коленях ползать все эти причитать все эти вещи соблюдать паститься и так далее у бабушек бывает да вот такая дурость тоже на них навалится ну ладно что еще мы уже бабушка хуже слышат соответственно вот это подбешивает внука что орать приходится еще может что бабушка неприятное делать так прервалась у меня уже видите немножечко прервалась давайте я за буквально два-три слова и за будем завершать что еще хотела сказать что она бабушка это может неприятным образом как еще себя вести позорить ребенка и вот ребенок растет в этом позоре очень бабушки любят хитрить то есть они могут лезть куда-то без очереди они могут например заставлять ребенка говорить пройдет через кондуктор кондуктор тебя спросит сколько тебе мальчик лет а ты должен сказать мне семь лет чтобы не платить за билет до его или например бабушка хватает ребенка за руку и в очередях начинается где-то у врача кричать у меня ребенка температура 42 пропустите я без очереди меня тут номерок уже я взяла и повсюду она может как бы его вот этими своими действиями которых не будет делать молодая женщина бабушки очень часто это делают или может посадить ребенка на коленочки ребенку уже там 10 лет да тоже его как-то позорить посадить на коленочки и вместе в трамвае с ним на этих коленочках их ну короче говоря понимаете вот такие все вещи короче говоря так ну ладно этого я так много написала всего вот это все все эти вещи навязчиво может делать эти уроки еще вот я тоже вспоминаю меня она заставляла мальчика моего не просто делать уроки она заставляла его перерисовывать учебник перерисовывать те рисунки которые находятся на учебнике все чтобы внукам своим гордиться и когда он приходил на уроке ему было стыдно за то что дети к нему подбегали говорили зачем ты делаешь это зачем ты зачем ты так сделал ведь тебя никто не просил зачем так экстра это делаешь да вот этот момент такой ему было за все это стыдно и он всячески там как-то выкручивался приходилось ему что-то сочинять соответственно что дальше мы можем сказать когда ребенок вырастает вырастает я еще раз напомню что там вырастает очень часто вырастают перфекционисты достиженцы смещенный вот этот вот немножечко у мальчиков есть женоподобность у девочек часто напротив наоборот пацанистость такая присутствует нет вот этой какой-то идентификации гендерной страдает она немножечко у них до трусоватые особенно мальчики в них нет этой брутальности нет этой мужественности бывает у мальчиков излишняя какая-то интеллигентность излишняя какая-то мягкотелость такая у кого-то есть такая какая-то даже щедушность какая-то может угловатость убогость нет вот этой нет основания нет вот того что он твердо чувствует себя на ногах да нет вот этой какой-то ну вот что ли вот что то такое есть полупрозрачная что-то чуть-чуть скользкая приспособленцы такие могут быть немножечко да дальше пытаются в отношениях они пытаются часто выслужиться дать тебе экстра вот они очень часто пытаются дать экстра чем взять то есть прямо старается 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 услужиться выслужиться вот подарить что-то сделать вот быть самым лучшим как будто я не принесу тебе хлопот я буду вот я буду или незаметным совсем чтобы не мешать мамочка возьми меня обратно домой это сохраняется во взрослой жизни или же я буду таким прекрасным таким таким красивым что ты только гордиться будешь мной мама только гордиться и также во взрослую жизнь это привносится да люди вы только друзья мои только гордиться будете мной вот это такое в них бывает очень сильно развита ну про инфантильность я сказала это я сказала имеют очень большие трудности в ли в близких отношениях они очень часто могут быть садюгами они вырастают из них то есть выслужиться где-то с друзьями да а вот близко ему близкого человека они могут садировать вот как свое время бабушка допустим как-то вот его немножко садировала да так он может своего близкого начать садировать или же напротив быть мазохистом вот это бдсм щеки такие зачастую ну что и еще часто они страдают депрессиями часто они страдают зависимостями могут употреблять и алкоголь и коксик нюхать и игроманить немножечко да ну или вот это вот может сохраняться такая зависимость незрелости детскость ждут какой-то что до сих пор мир будет ему жопку вытирать и кормить с ложечки так ну в общем неадекватные требования сверх требования к себе предъявляют и какие-то неясные ожидания в обратную сторону да что еще хочу сказать перверсии частенечко бывают на первертики бывают первертики не переносят ласку объятия то есть многие из них вот не хотят не терпят вот этому какого-то целования лап занял давай вместе полежим давай я тебя поцелуй понюхал обниму останься со мной не терпит очень бывает такой не терпят они там ну вот это неполноценность тащение себя неполноценным сохраняется на всю жизнь и отношения с мамой они носят очень дружеский характер они в дальнейшем уже дружат на злиться на маму себе запрещают запрещают не помню ни одного который бы разрешил себе этот гнев на мать ни одного не помню все не тронь мать моя святая женщина моя мать так сложились обстоятельства не тронет рома и мамочка 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 часто болезненные детки бывают поскольку бабушки их кутают бабушка и плавать ему не дает и на лыжах покататься нормально не дает она его залечивает и какую-то и клизму ромашковую делает да и горчичники и то и все и не надо вечно чтобы он у нее болезненный но это тоже такая бывает истории перекармливают поэтому такие толстички часто бывают у них инфантильные вот таким беспомощные трусоватые брошки часто врут они выкручиваются выверчиваются выкручиваются все мои котики хочу пригласить вас на пятидневный психотерапевтический марафон 3 августа который у меня стартует до называется он деньги и свобода будем с вами учиться зарабатывать хорошие деньги и будем с вами учиться как их можно зарабатывать вообще дистанционно чтобы жить в любом месте где только хочешь и зарабатывать очень хорошо этого буду вас учить это для того чтобы записаться на этот пятидневный марафон нужно написать вот сюда мою социальную сеть хочу вероника на марафон я все расскажу стоит он 5000 рублей идет 5 дней подряд с 20 00 до 9 00 до 21 00 по москве каждый день будем с вами встречаться мои закрытые закрытые группки в инстаграме там я буду вам рассказывать отвечать на все ваши вопросы будем делать домашние задания с вами да будем очень много писать я буду задавать какой фильм надо к следующему днему посмотреть очень много ценной полезной информации рассказывать все мои котики целую вас обнимаю подписывайтесь пожалуйста на мой youtube канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующее очень ценное видео